Микс Ньюс Добро пожаловаться Я хотела спросить Вы слушаете меня? Да, да, Владимир, у меня такой вопрос Я хотела задать вам вот один вопрос Здравствуйте, я по такому поводу Каждый понедельник По сути вашего вопроса первое Пожалуйста, да, ответьте на вопрос Почему такой закон принес? Это уже не соблюдение строительных нормативов В 10 утра Господин Сидорко, не могли бы вы Разъяснить проблему проверки счетчиков Здрасте, вот вопрос такой У нас два подвала идут параллельно, да? И два входа в них А как? Вы не могли бы нам посоветовать Я могу очень коротко сказать, что Накоммунальные вопросы Очень сложные вопросы Это вопрос, наверное, не дома управления И даже не жильцов Я понял вопрос В законе написано очень четко Председатель правления центра собственников квартир Сергей Сидорко Вопрос у меня был господина Сидорко Я могу его задать? Не было ни одного случая, когда долги пристали У меня к вам вопрос А к кому вы хотите предъявлять претензии? В программе Добро пожаловаться Вот таков наш закон Добрый день, уважаемые слушатели Начинается программа Добро пожаловаться И у нас на прямой связи Председатель правления Товарищества центра консультации Собственников квартир И председатель кооператива ВАК-2 Сергей Сидорко Доброе утро Здравствуйте Доброе утро Я нашим слушателям напоминаю Что все вопросы Которые вас интересуют Которые связаны с коммунальными службами Вы можете адресовать Господину Сидорко По телефону 6-7-212-93-9 6-7-213-93-9 Пишите в ватсапе Я буду тоже поглядывать Смотреть 2-3-0-6-1-9-1 Пожалуйста На прошлой неделе Вот неделю назад Мы очень активно с вами общались Действительно Просто времени Часа не хватило Чтобы на все вопросы ответить Еще там продолжали мигать звонки Ну а начнем Наверное с того Что во многих странах Европы Сейчас Вот уже с этого понедельника Начинаются как будто бы Какие-то послабления Карантина И у наших соседей литовцев Вот насколько Эта ситуация Может каким-то образом Повлиять Не повлиять На работу Коммунальных служб Если вот Ну Брать в целом Ну если брать в целом То я не думаю Что это Как-то сильно Может повлиять На нашу работу В той части Которая касается Обслуживания Общей части имущества Мы как обслуживали Так и будем Обслуживать это дальше И это все происходит В статном режиме Независимо от Эпидемии Чего не было На что были наложены Ограничения Это Собрания Всевозможные Это первое Второе То что мы Прекратили Обслуживание В квартирах То есть Контакты с населением Сокращены были До минимума Конторы Не принимали Почное Население Совершилось По телефону Либо При помощи Других связей Сейчас Как вы знаете Прекоменет Министров Принял правила Вплоть до того Что и показания Счетчиков Можно сдавать Только Либо Электронно Либо По телефону Либо Какими-то Прекрасными Другие Программные Продукты Кстати От этого Мы получили И Некоторую Скажем так Хорошую Сторону То что На самом деле Выяснилось Что не очень Обязательно Населению Каждый день Ходить В контору Вполне Мы можем Обходиться Весьма И весьма Успешно Дистанционным Контактом С населением И большинство Вопросов От дури Это не исключает Того Что в будущем Контору Будет закрыт Но я думаю Что Свободный Доступ Мы в нее Ограничим Потому что Это Зачастую Это лишние Потери Время Для обеих Сторон Это первое Второе То что Сейчас Принято Крутить Бумажные Прием Бумажных Показаний Счетчиков Это мы тоже Будем использовать И думаю Что Постараемся Продлить И на После Кризисное Время Потому что Есть программные Продукты Которые Позволяют Сегодня Принимать Показания Показания Счетчиков В виде СМС И после этого Процесс Автоматизирует Вопрос такой Что когда идет Бумажка Со счетчиком Она Ну Исключая момент Того что она Может потеряться Кроме этого Еще нужно Расшифровать То что там Написано И Вести Все Это Довольно Трудоемкие Процессы Можно будет Избавиться Я думаю В массовом Порядке Вот такие На сегодняшний Момент Продукты Минусы Но я Понимаю Что Как раз Такие Работники Коммунальных Служб Это те Люди Которые Не могут Работать Удаленно То есть Ну есть Большое количество Шуток О том что Ну вот Действительно Существуют Профессии Специальности Где Понятие Вот удаленной Работы Ну кажется Смешным И абсурдным Таким Например Как Дворник Например Как Сантехник То есть Сантехник Ну не может Через компьютер Починить Засор В туалете В ванной Вот говоря Про это В квартиры Все таки Что Планируется Если вдруг Действительно Требуется Ну какая-то Физическая Помощь При Авариях Если ситуация Аварийная То естественно Что мы Находим Людей Которые Идут Но К сожалению Коммунальная Сфера Не является В том Списе Где Чтобы Мы могли Приобрести Достаточно Серьезные Средства Защиты Как для Работников А так и Для того Чтобы Защитить Жителей Понимаете Основная Проблема В том Что у нас Клиенты Это очень Много Людей Которые Которым Требуется Такая Рада Помощь Это В большинстве В своем Случа Люди Так называемой Зона Риска И Отправлять К нему Допустим Сантехника В квартиру Это Сразу Двойной Риск Либо Он Может Заразиться Либо Он Может Заразиться И Поэтому А вот Купить Допустим Респираторы Достаточной Степени Защиты Либо Какие-то Там Вот Такие Защитные Костюмы Мы Просто Не можем Обычная Бытовая Маска Но Это Только Наслышитель Бактерия Или Вирус Ну И К сожалению Этот Есть Насколько Я понимаю Есть Фирмы Которые В силу Ну Каких-то Я не знаю Причин Или Предвидений Они Сумели Закупить На самом Начале Мы К сожалению Не относимся Если Говорить Вот О профессиях Там Дворника Их Работа По-прежнему Связана Как раз Таки С Выходом Из дома С Обслуживанием Мест Общего Пользования То есть Здесь Какие-то Средства Защиты Используются Мы Предоставляем Своим Дворникам Ну Индивидуальные Средства В виде Индивидуальных Средства Защиты Спецодежды Которые Они должны За которые Они должны Ухаживать Это раз Второе Перчатки Разовые С тем Чтобы они Могли Все-таки Защитить Свои руки И Следующий Момент Это Средства Дезинфекции Больше К сожалению Ничего нет Дальше Дворники Должны Соблюдать И стремиться К тому Чтобы Им удается Сделать Это социальная Дистанция Время уборки Мы Рекомендуем Дворнику Поскольку Они у нас Сами выбирают Время уборки То они В принципе Могут Его перенести Тогда Когда населения Практически На лестничных Клетках Нет Таким образом Избежать Каких-то Опасных Контактов Пока Ничего Не Случилось Лифт Вот Как место Общего Пользования Есть ли У вас Какие-то Рекомендации Может быть Не знаю Поменьше Пользоваться Лифтом Многие Говорят О том Что это Прекрасная Возможность Ну Просто Физической Активности Подняться Может быть Без лифта И спуститься Пешком Ну Выбрать Пользоваться Или не Пользоваться Лифтом Это Дело Клиента Лифт У нас Находится Постоянно В рабочем Состоянии Это Раз Второй Дважды В день Калина Дезинфицировать То есть Мы стремимся Провести Дезинфекцию После Пройдет Утренний Поток И После Потока Соснования Спрашивает Да Да Слушаю Вас Спрашивает Слушательница Ирина Что Ожидает Жителей По Отоплению В следующем Отопительном Сезоне Ну Дальше Она Поясняет По ценам Поскольку Упала Значит Упали цены На нефть Но Отразится ли Это На счетах Обычных Граждан Поскольку Мне Известно На сегодняшний День На летний Период Рига Снижает Цены Довольно Существенно Связано ли это С коронавирусом Или с падением Цены на Энергоносители Я не знаю Но На самом деле Ведь у нас Цена Стоимости Типовой Энергии На значительной Степени Зависит От стоимости Газа Насколько Как поменяется Рынок Газа Каким образом Эти цены Будут Осенью Очень трудно Сказать Я не беру Сделать Какие-то Прогнозы Если Вот мы Говорим О том Что снижается Все-таки Покупательная Способность Населения И доходы Населения Достаточно Существенно Снижаются Ну Вот об этом Поговорим Сразу После того Как примем звонок Здравствуйте Сделайте тише Радиоприемник Пожалуйста Да Пожалуйста Вы в эфире Будьте Я обращаюсь Сидорка У меня вот такая Ситуация Я Должна была Заменить Счетчики 24 февраля Специально Подчеркиваю 22 24 февраля Ну В этом 20 Я попала В больницу На операцию И не смогла Это Оформить Быстро Ну После операции Знаете Тяжело И я Потом Началась Эта Ситуация С коронавирусом И я Смогла Это организовать Потом Не могла Найти сантехником И организовала Только 18 Марта Ну И смотрю Приходит счет А я Очень внимательно Отношусь Всегда Плачиваю Вовремя И никаких Долгов У меня Не было И живу Одна Мало Обеспеченная И вот Такая ситуация И мне Прислали Счет Смотрю Счет Потеря воды Лишняя Потеря воды 13 Кубов На 25 Евро Меня Наказали За 20 Дней То что Я вот Не успела Поменять Счетчики Вот что Мне делать В таком Счет У меня вопрос Такой Вы в свое Домоуправление Обращались Что Что Вы в Домоуправление Обращались Своё Ну вот Восемь День Вы Вы Им написали Заявление О том Что вы Такого-то Числа Попали В больницу Приложили Копию Выписки Из больницы Объяснили Ситуацию Что В такой Ситуации Подать Показания Вы не могли А с марта Месяца Вышли Постановления О том Что счетчики Не меняются Пролонгиваются Да Вы Написали Заявление Нет Я хочу Вот сейчас Написать Как вы Советуете Стоит писать Все-таки 25 Нет Написать В любом случае Стоит Потому что У вас Есть два Варианта Либо Платить Либо Писать Но Нужно писать И нужно писать Это по мере Сразу Не затягивать Не ждать Вышли из больницы И написали Я не думаю Что там Дома управления Дело в том Что такие вещи Делаются автоматически Мы Если мы Не имеем Каких Либо Оправдательных Документов Мы обязаны Просто автоматически Делать Такие Расчеты Обязаны Я поняла Знать о том Что у человека Какие-то особые Обстоятельства Случились Ну Нет Трудно Да Это надо Я поняла Я виновата Что сразу Не сообщила им Но дело в том Что у меня Дочь оплачивает У нее счет Мой Пенсионный И она уже Оплатила Вот что в таком Случае делать Ну Я думаю В первую очередь Вам нужно Обратиться В Дома управления И попросить Перерасчеты В связи с особыми Обстоятельствами Перерасчет Да Ну попросите Снять эту Потерю Я поняла Вас Спасибо 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 Большое Телефоны В нашей студии 67212 93 9 67213 93 9 Любые вопросы Которые вас интересуют Тем более Что сейчас Действительно Много чего Меняется Вы можете Задавать Сергей Сидорко Председатель правления Товарищества Центр консультации Собственников квартир У нас на прямой связи Здравствуйте Здравствуйте Ну я вам дозвонил Сидорко Как-то И сейчас вот Звоню Мы значит Хотим знаки Установить Вот Но Дом правления Ничего Не хочет делать Оно говорит Что публичные Закупки Какие-то Есть У нас есть Деньги на счету Но заплатите Фирме Это неделю Стоит Проект Делать Ну Почему такая Бюрократия На законы Какие-то Вот этот Ива Аузен Сидит там Бюрократ Я могу Еще раз Вам повторить Вы Не закончили Процесс Пиратизации Не Переняли Управление Домом На себя И поэтому Те товарищи Которым Вы обращаетесь С большой Обидой На них Они действуют В рамках Того закона В котором Они Существовали Если Вы Согласны С тем Чтобы Вами Принудительно Управляло Предприятие Самоуправление То Оно Будет Действовать По законам Которые Предписаны Для предприятий Самоуправления Да Публичные Закупки В этом Случае Значит Они Все правильно Действуют Понимаете Они Поставлены В рамки Вы Нарушаете Закон И возмущаетесь Тем Что Вам Неудоб Люди Не хотят Пенсионеры Не хотят Бедребу Не хотят Никогда Не будет Пенсионеры Не хотят Они Будут Платить Согласно Того Достаточно Большие Деньги Потому что Тому же Домоуправлению Вашему Родному Предоставлено Право Самостоятельно Принимать Решение О ремонт Работах Какие Когда И за Какие Деньги Делать Бедные Несчастные Пенсионеры Которые Не хотят Принимать Решение Наверное Разрешат Домоуправлению За себя Принимать Решение Вот эти Ссылки На бедных Несчастных Пенсионеров Говорят Через полгода Только будет Вы знаете Я не комментирую Плохие вещи Потому что Для того Чтобы такое Заявлять Еще в эфире Это нужно Иметь доказательства Потому что У вас будут Спросители Да Спасибо большое Вам не нравится Данное положение Соберитесь На собрание Примите Решение О том Что дальше Вы будете Применять Управление Дома на себя Оставайтесь В том же Самом Домоуправлении Только заключите С ним договор Как Собственники Жилья Которые закончили Процесс Криотизации И тогда Вы выпадаете Из необходимости Уличных закупок Вы становитесь Частным партнером У компании Вот и все Очень просто Да У нас еще один звонок Здравствуйте Пожалуйста Здравствуйте Вот Господин Сидорко Я отношусь Тем людям Которые В бумажном виде Давали показания Счетчик Но у нас Уже в марте Был сбой Да Нам не прислали Вот эти Талончики Или как они Называются Да Я позвонила На 8900 И она мне Дама сказала Она говорит А вы можете Сдать по телефону Показания Счетчики Горячей Холодной Воды В этот раз Я позвонила Тогда вы скажите Куда вы звонили Я звонила На информационный центр Рижской думы Ну и Ну и И они у меня Приняли показания По телефону В связи С сложившейся ситуацией Что вовремя Не были доставлены Вот эти Листочки Я не знаю Что вам было Не вовремя Доставлено Просто согласно Правилам Кабинета Министров Не принимаются Больше бумажные Квитки Это вот сейчас Не принимаются Но 26 марта Еще было Вот И я их получила 1 апреля Эти бумажки Да Вы знаете Я вам хочу сказать Так У меня в кооперативе Всю жизнь Я не знаю Сколько уже лет Прием по телефону По интернету По СНС По Господин Сидорко По моим каналам Было открыто И никакой проблем Приняли Подождите Подождите Господин Сидорко Я вам еще раз повторяю Они у меня По 8900 Приняли Но в этот раз Когда я позвонила На 8900 Говорю Примите пожалуйста У меня показания Счетчика Я не имею права Подавать больше В бумажном виде Она говорит У нас Этой системы Нет Я вам ничем Помочь не могу Ну я не знаю О ком Вы говорите Наверное Об РНП Обратитесь Наверное В РНП Не в РНП Не в РНП Дума РНП Должно Организовать Подождите Но вы звонили В Рижскую Думу Подождите Вы звонили По справочному Телефону Рижской Думы А вас Обслуживает Этот дом Не Рижская Дума Все таки Меня Ну вы понимаете Что я позвонила Нам по родной С кому принадлежит Ну и Ну так вы позвоните Кареншер Напрямую Ну что же вы уже Звоните Рижскую Думу Звоните Своей управляющей Компании Управляющая Компания У меня там Приняли Показания Может быть Вы не поняли Что-то Ну то есть Вам показалось Что не приняли Я еще раз повторяю Я позвонила Позвонила В марте И говорю У нас нет Этих бумажек Больше Она говорит Они придут С опозданием Я могу Вас принять По телефону В этот раз Я тоже позвонила И сказала Возможно Вы принятие Нет Подождите Но вы по-моему Сейчас просто Не понимаете ситуацию Потому что Речь идет о том Что Рижская Дума Не занимается Обслуживанием Вашего дома И мы вот еще По телефону 8900 У меня в марте Приняли Это было Вы Обратите туда И спросите Почему у вас Приняли Не могу я вам Объяснить Почему По какому Телефону У вас Что принимают То нет Это Ну как бы Странный Действительно Момент Ну я могу Еще раз повторить Для всех Согласно Постановлению Кабинета Министров Управляющая Компания Обязана Организовать Прием Показаний Но не в бумажном Ну и Вопрос Еще пришел К нам Я смотрю По СМС Вот после Обследования Жилого фонда Латвии Выяснено Что 35% Не знаю Откуда Такие данные 35% Жилья Не соответствует Нормам Что делать Людям Если Они Приватизировали Жилье А затем Его признали Аварийным Ну вот Ну я не знаю Насколько Имеет смысл Комментировать Вот эти цифры Что 35% Жилого фонда У нас В Латвии Признано Несоответствующим Нормам Я не знаю Источника Но вот Ситуация Когда Если люди Приватизировали Жилье А затем Оно признано Аварийным Ну Я Скажу То что Я всегда Говорил На эту тему Во-первых Когда была Приватизация Был всегда Выбор Приватизировать Или Мы Мы Оказались Часть Жилого фонда Ребят Варийным Варийным Вариантов Нету Никто Никаких Эмпенсаций Поблажек И возвратов Назад с тем, чтобы там мне дали плохое на приватизацию объекта. И сейчас вы меня, пожалуйста, отремонтируете. Никто это делает. Это не всерьез. У нас звонок. Что уже случилось, и дальше вариант только один. Либо ремонтируйте, либо меняйте же. Да, здравствуйте, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. Добрый день. У меня такой вопрос. Кто должен около многоэтажного дома ремонтировать дороги и аллейки в очень ужасном состоянии? Это первый вопрос. Второй вопрос. Можно ли во дворе около такого дома многоэтажного, хороший двор, поставить дорожные знаки для автомобилей? И третий вопрос. Пришло какое-то письмо, что вроде бы хозяйка, на земле, на земле которой находится дом, отказывается от своей земли, и жителям что-то предлагают. Вы можете объяснить эту ситуацию? Ну, давайте начнем с самого первого. Кто должен делать дороги? Ну, очень формальный ответ – собственники. Собственники той земли, на которой находятся эти участки. – Это формальный ответ, так. Если, конечно, очень интересный вопрос, а если это собственность разделенной, собственник земли, собственник здания, разные лица, но в принципе… – У собственника половина государственная. – Ну, вот в этом случае здесь я не знаю. Четкого ответа нету. Формальный должен, если должен собственник земли делать. Это чисто формальный ответ. Бывают случаи, когда город выделяет на это деньги, бывает, что не выделяет. В процессе я не хочу сказать, что он какой-то криминальный, но поняя четкое правило, когда могут оказать помощь в ремонте земли, асфальтового вот этого покрытия, а когда может отказать, нету, потому что иногда пишут, что давай мы вам сделаем, а иногда пишут, что нет, это частная земля, мы ничего делать не будем. То есть здесь нет единого четкого критерия. Советую отращаться в постоянную Реческую Думу с просьбой помочь привести в порядок эту землю, но и самим тоже рассчитывать на то, что вы будете делать. – Но Рига-Снаму Парвал, Некс, постоянно на ремонт в платежках берет определенную сумму. – Ну, именно на ремонт асфальтобетонного покрытия или вообще на ремонт? – Вообще на ремонт. – Ну, значит, еще здесь ответ очень простой. У вас должен быть ремонтный фонд, он создается и используется на ремонт вашего здания. Дальше контролируйте свой ремонтный фонд, а если хотите каким-то другим образом, то перенимайте управление домом на себя. Тогда вы будете формировать свой ремонтный фонд и ставить ему задачи сами, а не через Рига-Снаму Павел Микса. Это первое. Второй вопрос относительно дорожного знака во дворе. – Дорожного знака, да, согласно собственник земли имеет право установить дорожные знаки, регулирующие движение на его участке. Делается это следующим образом. Это принимают собственники земли решения о том, чтобы разработать проект, решают, кто будет финансировать самой проектной работой и установку знаков. Если у вас совмещенный участок земли, значит, половина принадлежит вам, половина частному собственнику, значит, относительно второго участка вы должны согласовать свой проект и получить согласие собственника на установку знаков. И после этого вы поддаете в соответствующие проектные организации, они разрабатывают проект стоянок, то есть проект установки знаков, эти знаки согласовываются с министерством таких сообщений, там есть соответствующее структурное подразделение, которое согласовывает этот проект, предъявляете проект полиции самого управления, регистрируете его там и ставите знаки, и все, здесь вопрос достаточно быстро решаемый, если самая большая проблема принятие решений, дальше все сделается быстро. и третий вопрос у нас был относительно хозяйки земли, вот я не совсем все-таки понял. Я не думаю, что кто-то может отказаться, возможно, хозяйка земли хочет продать землю и предлагает вам реализовать право первой руки, то есть предлагает вам выкупить эту землю, но этот вопрос надо рассматривать. В принципе, если такая сделка вам по карману, скажем так, и готова организоваться, то она, конечно, была неправильной, потому что нехорошо, когда он стоит. Извините, все равно очень плохо там слышно было, фонило радио, но а вот что, по-вашему, все-таки, господин Сидорко, лучше, выкупить или оставить как есть, платить просто за аренду земли? Видите, что такое платить за аренду земли? В сегодняшнем масштабе цен, которые установлены законом, это значит за каждые 15 лет выкупать эту землю. То есть вы в течение каждых 15 лет выплачиваете собственнику земли ее кадастровую стоимость и начинаете платить по новой. Ну, это первое. Второе, значит, в принципе, вы можете взять кредит на 15 лет и выкупить эту землю один раз. то есть выкупить сегодня и за 15 лет погасить банк кредит и то же самое по факту заплатить то же самое. Второй момент, это надо думать всегда о том, что это, может быть, не коснется нас напрямую, но наших наследников точно, что эти здания, когда придет момент, когда их надо будет сносить. И единственный капитал от этой недвижимости, это будет земля. и, конечно, привести вопрос в порядок вопрос этой собственности, это было бы очень важно, на мой взгляд. Ну, и самое последнее соображение, разделенная собственность, это всегда конфликтная ситуация. Это всегда будет конфликт между собственником здания и собственником земли, потому что один будет хотеть платить меньше, второй будет хотеть получать больше. и это всегда будет напряжение. Поэтому лучше это мирным и разумным способом строить. Сама она не разрешится, и надежды на законодателя особо не больше. Я напоминаю, что ваши вопросы принимаются, еще у нас есть время, 6-7-212-93-9, 6-7-213-93-9, председатель правления товарищества Центр консультации собственников квартир, Сергей Сидорко на связи. Ну, вот, не знаю, тут в пятый раз уже, наверное, человек присылает один и тот же вопрос, но, может быть, последний раз на него ответим. Вопрос следующий, вот, не проще ли ликвидировать все обслуживающие фирмы и ввести госуправление, поскольку цель фирм получения прибыли. Ну, вот, каким образом госуправление государство может реализовать какие-то свои общественно важные функции, если это общественно важная функция, путем создания предприятий с государственным капиталом. но это коммерческая организация, у которой смысл тоже получения прибыли. Участие государства в капитале предприятия не означает его какую-то бесприбыльность либо дотации. Поэтому мы имеем такое большое предприятие как РНП, которое принадлежит самоуправлению, чем плохо. То же самое. почему-то хотим теперь отнять самоуправление, отдать государство, какой эффект будет от этого. Это не путь. Это не путь. Вы мне еще задавали вопрос относительно падения протяжеспособности. Да, да, но вот как это отражается? Ну, вот у нас есть просто пока все равно звонки от слушателей. Здравствуйте. Пожалуйста. Вот я слышал во Франции фирма государственная занимается отоплением домов живых. И задача этой организации как можно дешевле найти сырье и как можно дешевле отапливать дома. Правда или правда я не знаю. Кто-то звонил на радиостанцию. Вот. Я считаю это правильно. А у нас сделали коммерческие организации которые занимаются тем, что либо вымогают либо обманывают. Ну, то есть мошенники. Главное им набить карманы. Ну, подождите. А как вы представляете госуправление? организация? Извините, пожалуйста, у нас Рига это организация, которая при 49% принадлежит государству и 49%, по-моему, если не ошибаюсь, принадлежит самоуправлению. То же самое, что во Франции. Потому что такие организации, от которых зависит жизнедеятельность или жизнь людей, они обычно имеют очень существенную долю государственного капитала. Ну, и в чем разница? Ну, в Риге самый дешевый по Латвии тариф. Да, эти ребята, они закупают где-то дешевые средства, они покупают энергию в определенных местах. Это все вопрос монополии. Есть ТЭЦ, которая производит достаточно тепла на весь город. Но Рига Силтумс очень успешно снижает тарифы, в том числе за счет того, что ежегодно проводят громадные комплексы инженерно-технических мероприятий и ремонтов по улучшению состояния сетей. И насколько я в курсе, Рига Силтумс это один из лидеров среди предприятий теплоснажения, у которых самые низкие теплопротивы при транспортировке, что составляет значительную стоимость тепла. Так что мы у нас то же самое, мы ничем не отличаемся. Просто не надо думать, что где-то там вот все белое, чистое, пушистое, а у нас все грязное, вываленное где-то в ненужном месте. Ну и вот говоря, возвращаясь к платежеспособности, насколько снижение доходов населения, то что сейчас все-таки очень многие стараются экономить и может быть оплата коммунальных счетов не самая первостатейная их часть расходов, вот насколько могут такие кооперативы оказаться без средств, если вот жители будут оплату счетов оставлять на потом? Ну, во-первых, я бы призывал никого так не делать. Если законодательные постановлениями правительства, скажем, отсрочка кредитные каникулы и так далее для людей. ой, у нас кажется со связью что-то произошло, к сожалению, сейчас мы попробуем сейчас мы попробуем исправить, если получится заново перенаберем. Я еще раз напомню, что у нас буквально есть несколько минут, минут 10 для ваших звонков 67212 93 9 67213 93 9 и можно писать также на WhatsApp ваши вопросы, что многие делают, 2300 6191 вот пока мы связываемся с Сергеем Сидор Да, здравствуйте, мы еще раз попробовали пересмотреть, была плохая очень связь. Вот кредитные да, сейчас слышно, кредитные каникулы. Ну, я могу сказать так, что если там предусмотрены такие мероприятия, здесь у нас нет никаких кредитных каникул, поставщики тепла, воды, мусора и тепла, они сообщили о том, что не будут прекращать поставки и санкции. Есть постановление Кабинета о том, чтобы Дома управления тоже не взыскивали штрафные санкции, можно взыскивать только законные проценты, 6% годовые. Но я хочу предупредить сразу, когда вы расставляете приоритеты, на что деньги тратить, на что нет, то не забудьте, что вам эти долги по коммуналке придется возвращать. Поэтому если есть возможность, то лучше не оттягивать эти протяжи. Как сложится ситуация, будем смотреть вперед в жизни. Я надеюсь, что не будет такой трагедии, как сейчас сообщает. Может быть. обслуживающие хозяйственные организации выступить переговорщиками в отношении с землевладельцами, если у нас речь идет о разделенной собственности и договориться о какой-то отсрочке, например, платежей за землю. Ну, видите ли, это добрая воля землевладельца. В большинстве случаев у нас есть заключенные либо договора, где у нас обязаны прописанные, обязанности прописанные, и там уже можно тогда как-то пытаться говорить, но стоит ли это оттягивать, я не знаю. А там, где вот, допустим, у меня в кооперативе, где аренды не договороспособны вообще владелец землевладельца. Но отказываются вообще о чем-либо договариваться, потому что вот плати и лети все вопросы решили. И даже более того, считаний выставляют. в кооперативном порядке ему оплачивать. То есть я еще раз скажу, здесь ситуация по прошлому месяцу, я бы не сказал, что мы почувствовали какое-то напряжение с платежами. Будем смотреть, что в этом месяце, но еще нужно все-таки считаться с тем, что с мая месяца прекратится отопление, и, наверное, счета будут более щадящие. Ну вот слушатели у нас приводят примеры, я не знаю, правда это или нет, что в Грузии отменили коммунальные платежи. Я, честно говоря, первый раз такое слышу. Может быть, их... Легко. Что? Легко. Легко. Латвии тоже могут отменить. Что значит отменить? Это значит, кто-то взялся платить по этим счетам. Что значит отменить? Ну, давайте мы отменим сегодня платежи за тепло. Но чтобы тепло у нас в доме было, в любом случае, значит, это нужно Вегас Силтумс должен закупить на ТЭЦ, а ТЭЦ должно на международных рынках закупить и приносить. Правильно? Плюс оплатить всю зародную плату всей цепочки работающих. Значит, это если кто-то что-то отменяет, кто-то что-то должен заплатить. Вопроса нет. Если грузинский бюджет позволяет такое действие сделать. Да, ну и тут уже в другом сообщении, что якобы в Эстонии и в Литве. Я, честно говоря, удивляюсь такой информации, не слышал тоже, чтобы там коммунальные владежи отменяли. А, ну вот Виталий спрашивает, как дела в Эстонии и в Литве? Есть ли у вас информация о том... Нет, у меня нет информации сейчас, я не думаю, что она несущественно отличается. Весьма проблематично считать, что там кто-то что-то платит. Дотации, дотации, наверное, будут, но когда проявится масштаб, по всей видимости придется решать. Если те ужасы экономические, которые нам предрекают, они действительно сбудутся, то, наверное, потребуется дотация. Спрашивают слушатели, куда можно пожаловаться на управляющую компанию, кроме как на радиоболтком и Сергею Седову? Чтобы разобрались и их наказали. А он не слышал, извините, что это со связью. Да, спрашивает слушатель, куда можно пожаловаться на управляющую компанию, кроме как на радиоболтком и вот господину Сидорко пожаловаться, чтобы разобрались и наказали, если какие-то претензии. Единственный способ это единственный способ, который может быть, это суд. Только через суд? Только через суд, никому нельзя пожаловаться. Но сменить управляющую компанию можно? или сменить управляющую компанию, да. Сменить можно в любой момент в пределах двух-трех месяцев. Так, один из последних уже, наверное, звонков, да, пожалуйста, там в эфире. Сделайте только радио, радио потише, а то очень фонит. да, сейчас, да, говорите. Да, вот хотел насчет как раз коммунальных услуг, не обязательно убирать полностью, но они постоянно повышаются, смотрите, Силтумс. Что мы платили прошлые зимы в минусовые температуры, сейчас мы платим в плюсовые температуры те же суммы. Силтумс, это электричество и остальное, там большие прибыли идут. Поэтому хотя бы сократили эти прибыли, они получают миллионные прибыли. Обязательная закупка электроэнергии и все такое, которое должны были давно уже убрать. И вот понижение цены тогда будет. Спасибо. Ну, насколько я знаю, Силтумс на 20-25% на летний период снижает цену и Вика Судинс тоже снижает цену. Это первое. Второе, ну, право, радиоскоп, слушайте, но есть два направления. Одно требует снижение цен от поставщиков и добиваться, чтобы они за счет инженерно-технических мероприятий улучшения сетей и сокращения неправильных таких нерациональных трат, они снижали тарифы. Но второе, это рационально использование получено. Я хочу сказать, мячик также и на стороне собственников. Сегодня можно реновировать дома, сегодня можно регулировать потребление тепла в каждой квартире отдельно и так далее. И при этом сокращать свои расходы тоже. Это улица не с однисторонним движением, что вы нам снизьте, а у нас мы будем все как прежде. У нас будут дырявые стены, через которые тепло улетучивается, а вы нам цены снижаете. Кстати, то, что происходит с тем, что относительно теплая зима и достаточно высокие протяжи, это также характеризует состояние живого фонда. Но для этого холостой ход этих домов при относительно высокой температуре на улице он все равно достаточно затратен. У меня есть возможность сравнить утепленные дома и неутепленные. Там эта картина очень хороша видна. Если потребление в утепленных домах в этой зиме резко в отношении потребления, то в этих домах почти. это не о деньгах, а о мегалатах. Будет ли возможность получать у Латвии на реновацию деньги ЕС в ближайшем будущем? Нет ли информации? Получать что, извините? Ну, средства на реновацию домов, вот эти программы, которые были пару лет назад? Реческая дума в этом году закрыла, а все остальное я не знаю. Это зависит от Европейского Союза и следующего периода бюджета последующего периода, об этом, по-моему, никто сейчас не ответит. Особенно учитывая ситуацию общую, да. Совершенно верно. Да, ну, у нас еще один звонок. Здравствуйте, пожалуйста. Здравствуйте, я звоню второй раз, извините. У меня еще два вопроса. Вот скажите, пожалуйста, в 2016 году были собраны со всех хозяев подписи на реновацию дома. 2016 год, сейчас 2020, а воз и мы не там. Что делать? Дом в очень плохом состоянии. что делать? Собственники должны принять решение о реновации дома. Извините. Но они приняли в 2016 году. Дальше вопросы, понимаете, вот вы мне задаете вопросы. Кто вас обслуживает? Кому вы передали это решение? Что было по этому решению сделать? Были ли вами принципы? одно решение давайте начнем реновацию, второй вопрос это финансирование в проект и так далее. Здесь очень много этапов по пути, в каком этапе вы остановились, почему ваш управление еще вас не довел до конца, но это по радио вам никто не ответит. То есть вам нужно очевидно обратиться в управляющую компанию и задать все эти вопросы. Единственное, вот мы фоним, мне кажется, все равно, вот вы сделаете радиоприемничек, потише. А второй вопрос какой у вас был? А второй вопрос, ну, я, наверное, уже в предыдущих передачах слышала, квартира торцевая, платим очень много денег, а в квартире холодно. есть такое, это сейчас вот на прошлой передаче тоже был один какой-то такой радиослучай, который сказал, что такого быть не может, что все тепло равномерно распределяется, везде комфортно. Есть на сегодняшний день, если дом в том состоянии, ну, в каком, я вижу, не приведен в современный порядок, да, есть помещения, которые страдают. Ваша торцевая квартира, она страдает сразу, может страдать по двум причинам. Первое, целые стены, как правило, это самый такой слабый узел, она обычно промокает, такова особенность конструкции, его нужно утеплять обязательно, хотя бы отдельно, от всего дома. И второе, это неравномерное распределение тепла в силу вмешательства собственников квартир и производного вмешательства в работу отопительной системы. Поэтому вы можете испытывать недостаток тепла. Да, такое есть, но для этого нужно делать модернизацию системы отопления, утеплять здание. Это все это устраняется и в виде комфортной, нормальной проживания и по разумным целях. Угу. Сделайте радио тише. У нас фон в эфире. Пожалуйста. Доброе утро. Да, очень коротко, если можно. Я... Что? Очень коротко, если можно, у нас три минуты осталось, даже две минуты. Я просто хотел бы прокомментировать, вот предыдущая женщина звонила, что вот торцевой дом, холодно. Я с ней соглашусь, у меня самого четырехкомнатная квартира с торца дома и у меня зимой на самом деле тоже очень холодно. Один раз я попросил дом управления, чтобы подкрутили, чтобы тепле сделал. Они сделали тепле, только потом у меня где-то на евро 50 счет больше пришел. А так у меня все время зимой холодно. У меня ремонт хороший, вот, и теплоизоляцию делал, а трубы все время холодные. У меня второй этаж, и так что... вот так вот. Так что это реально факт. Спасибо. Ну, опять-таки, могу сказать, трубы холодные, это показывает только одно, что у вас неравномерное распределение тепла. То есть, кто-то на вашем стояке из соседей повыше, поскольку он взял и поставил батареи не по проекту. Здесь нужно очень четко делать, нужно полностью перемонтировать систему отопления под нынешние условия согласно проекту без отступления и исключения. Да, у вас будет равномерное распределение. Вопросы давно... Технически они решаемы, они не решаются всего того, что каждый хочет решить проблему своей квартиры в отдельности и не решать проблему всего. Ну что же, это был председатель правления товарищества Центр консультаций собственников квартир Сергея Сидорко. Программа «Добро пожаловаться» и большое спасибо говорим господин Сидорко и до встречи через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова